Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На пляжах курорта началась генеральная уборка. Ветераны правоохранительных органов делятся опытом с молодежью. Ночь искусств не обошлась без сюрпризов. И сейчас обо всем подробнее. Глава Анапы провел совещание по результатам объезда пляжных территорий, на котором расставил акценты в предстоящей работе. Пляжные территории будут очищены от незаконных конструкций, и другого решения вопроса Сергей Сергеев не приемлет. Не важно, в чьей собственности или у кого в аренде находится пляжная территория. Деревянного хлама и мусора быть не должно. Муниципальные пляжи должны очистить городские службы, а арендаторов понудить к порядку. То, что мы снесем это все, это однозначно. Если у кого-то есть иллюзии, то можете заявление написать прямо после совещания. Можете сейчас выйти отсюда и написать заявление по собственному желанию. Тот, кто будет саботировать те мероприятия, которые я сейчас предложу. По каждому объекту доложить, в какие сроки он будет убран. Это поручение на ближайшее время. Завтра намечаете мероприятия по этим ролетам, и если они установлены на муниципальной земле, ищите собственника, предлагаете им в течение суток все демонтировать. Если нет собственника, выносите на комиссию, принимаете решение, публикуете. И с завтрашнего дня пошел отсчет двух недель. Все понятно? Присаживайтесь. И так со всеми. Все, что установлено на муниципальной земле, и кто не хочет, добровольно демонтировать. Задача на перспективу – не допустить появления точек общепита и нелегальных торговых конструкций на пляжах. К этой работе, по мнению главы Анапы, должно быть привлечено максимум ответственных служб. Бодоканал, энергетики, Роспотребнадзор и прокуратура. Сегодня рабочие МУПАКУ приступили к уборке пляжей. На Анапских пляжах началась генеральная уборка. Оставшиеся после летнего сезона металлические деревянные конструкции демонтируют и вывозят. Работы немало, десятки объектов брошены на пляжи коммерсантами. Управление муниципального контроля торговли по каждому объекту собирают информацию о владельце и договоре аренды. Для того, чтобы в этом году предъявить иски и взыскать штрафы и оплату за демонтаж, а в будущем не допустить повторения нарушений. Завтра глава курорта соберет службу и ведомство на отчетное крещение. Количество дорожно-транспортных происшествий на курорте продолжает расти. Сотрудники отдела ГИБДД по городу Анапа основной причиной называют невнимательность водителей и пешеходов. Но есть особая категория нарушителей – водители автомобилей, вскрывшиеся с места ДТП. Но безнаказанным не останется никто из виновников аварии. Транспортное средство автоматически попадает в розыск. В нашей ситуации большое подспорье – это, прежде всего, установленные камеры видеофиксации на улицах города Анапа. Благодаря видеофиксациям большая часть ДТП, где водитель автомобиля скрылся, мы устанавливаем личность водителя и транспортное средство по видеофиксациям. Могу на примере сказать, что буквально недавно был случай, когда водитель, первоначально был не установлен на автомобиле, на парковочной стоянке, производил маневр разворота движения задним ходом и допустил столкновение с припаркованным автомобилем. При этом водитель, не останавливаясь, с места происшествия уехал. Благодаря установленным видеокамерам на данной площадке был установлен автомобиль, допустивший контакт с припаркованным автомобилем. И дальше уже было, как говорится, дело техники. По данным госзнакам автомобиля был установлен владелец данного транспортного средства. Ну и не составило труда установить водителя. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел молодежь курорта при поддержке депутатов организовала круглый стол с ветеранами службы. Молодых активистов интересовались серьезные вопросы, какими качествами нужно обладать, чтобы стать сотрудником МВД, что изменилось после реформы. Особый интерес и бурное обсуждение вызвало тема экстремизма. Для экстремизма, как такового, который активизируется в условиях обострения кризисных ситуаций в государстве, первая мишень – это молодой человек. Ну, мы все были когда-то, кто-то сейчас молодой, кто-то когда-то был молодым. Мы все прекрасно знаем, что молодой человек, он подсознательно стремится к самореализации. То есть один молодой человек себе четко представляет свой путь, он знает свою цель. Но существует такая категория молодых людей, которые эту цель не видят. Она имеется размытой контуры впереди, но он подсознательно пытается найти себя. И вот именно такие молодые люди, которые не имеют четких ориентиров в данное время, являются первой мишенью для экстремистских организаций. С большим интересом ребята слушали рассказ подполковника милиции в отставке Альбины Николаевой о тревожных буднях ее отдела. 10 лет службы в следственном отделе, 10 лет в отделе дознания – большой опыт. Вот на чем держится сейчас полиция? Вот еще на старых кадрах, в общем-то, держится наша полиция. Объясню, почему, кто сейчас приходит, вот вы говорите, какими качествами надо обладать, кто сейчас приходит. Сейчас по большей части приходит молодежь, которая либо решает какие-то свои социальные проблемы за счет службы в полиции, либо какие-то свои психологические проблемы. Я был никем, меня обижали, гнобили, я пришел, я сейчас покажу всем, взяв руку. Палку выйдя на дорогу или так далее. Мне пришлось с этим столкнуться. Очень страшное равнодушие. Всем участникам круглого стола понравилось живое обсуждение. Депутаты и молодые люди поздравили гостей с наступающим профессиональным праздником. Продолжение темы. В общепринятом смысле служба у дел мужчин. Но Ирина Пименова доказала близким коллегам и самой себе, что женщина может все. Быть грамотным профессионалом, заботливой мамой и женой, творить и при всем этом оставаться женщиной с большой буквы. Никогда в жизни Ирина Пименова не могла себе представить, что будет работать следователем. Последовательно распутывать клубок уголовных или экономических преступлений. Вооружившись логикой и всевозможными тактиками, шаг за шагом восстанавливать картину преступления, вести допросы, составлять протоколы и строить версии. Но после окончания юридического института именно в следственный отдел привела ее судьба. Суровая реальность нашей жизни, масса преступлений, человеческая жестокость, с которой приходится сталкиваться на работе повседневно, не поглотила. На ее столе всегда свежий букет, а в кабинете детские поделки. Когда столько времени работе отдаешь, непросто воспитывать троих детей. В субботу уходила на работу, оставляла их родители по скайпу, за ними присматривались. Они включат скайп, Максим умел. Максим, надо сказать, вообще у меня самостоятельный, он может и покушать, приготовить. Он оставался вот с Мариной, пожарит яичницу, бутерброд может сделать. Конечно, родители помогают во всем. Следом за дочерью они переехали в Анапу из Хабаровска и привезли сюда старую семейную традицию – фотографироваться возле сакуры. Раньше, когда мы жили в Хабаровске, мы всегда фотографировались на фоне цветущей сакуры, примерно в одно и то же время, это в мае. А здесь уже, сейчас мы каждое первое сентября ходим в фотоателье, фотографируемся всей семьей, чтобы оставалась память, какие мы были, какие стали, как мы изменились, как дети выросли. Дети у мамы-следователя дисциплинированные. Максим – будущий футболист, Марина – настоящая фотомодель. Маргарита пока еще совсем кроха. Марина в детском саду гордо рассказывает ребятам, что мама полицейский. Не просто полицейский, а исследователь. Если в саду мальчики будут драться, мама придет и накажет. С детских лет сама Ирина хорошо знает, что такое служба. Она помнит, как редко бывал дома отец, работавший в милиции. Потому и не стремилась в органы. Но так судьба распорядилась. А вот Андрей Николаевич этому рад. Я старался привить честность в делах, в отношениях с своим детям. Что, в принципе, наверное, и получилось. Мне хотелось бы, чтобы одна из дочерей пошла по моим стопам. Просто я работал немножко в другой сфере. Следовательно, следствие не касался поскольку. Но, тем не менее, я доволен тем, что хоть один ребенок у меня пошел по нашим стопам и добился определенных успехов. Особенно остро не хватало отца, который все время проводил на работе. Сейчас она прекрасно понимает его и как отца, и как коллегу. Каждое дело требует к себе определенного подхода. Где-то придумать, как словами обыграть определенную ситуацию. Как построить разговор со свидетелями, с потерпевшими, с подозреваемыми. В этом определенное творчество, я считаю, есть. Творчество и рутина бумажной отчетности в следствии кажутся несовместимы. Но в редкие минуты отдыха рождаются в душе счастливого человека стихи. А не о детях и радости жить. С таким следователем быть откровенным легко. Она умеет думать и сопереживать. Вот уже третий раз в библиотеках Анапы проходит мероприятие в рамках Всероссийской культуры образовательной акции «Ночь искусств». В это время культурные учреждения по всей стране открывают двери всем желающим в вечернее время и работают до поздней ночи. Студент Шолоховского университета Андрей Сытников мечтает стать писателем. Собственный первый литературный опыт показался ему неудовлетворительным. «Ночь искусств» – отличный способ познакомиться с талантливыми людьми. Ну да, пробовал пару раз, но пока я думаю, я еще не готов. По крайней мере, мне не нравится то, что я пишу, я решил еще немного почитать, а потом еще раз попробовать. Алина Красавина – талантливый художник. Для нее была интересна в первую очередь выставка картин. Я художник, и разные краски, масло, какие-то художественные приемы. Очень интересно для себя что-то узнать. Здесь же на мастер-классе по прикладному искусству можно было освоить для себя новые техники, к чему охотно подключились маленькие участники акции. Изюминкой вечера стала встреча с актерами театра-студии «Индиго». Ребята читали гостям отрывки из произведений и вели живой диалог с залом. Интерес к искусству у обывателей растет, и это очень радует организаторов акции. И в продолжение темы. В рамках акции «Ночь искусств» музей Гаргипия удивил своих посетителей. Посетителей ждал необычный выставочный зал. В новом выставочном зале «Культ Геракла» в Гаргипии – аншлаг. Посетители готовы были стоять в очереди, чтобы увидеть экспонаты, которым более двух тысяч лет. Людей предостаточно, особенно те, кто любит историю. У нас анавчане известны тем, что любят свой город, такие они патриоты, свои Анапы, поэтому идут с любовью. Кто-то вырос на этом музее, всегда находится здесь что-то новое. Особый интерес у посетителей вызвала пятиметровая статуя «Ниокла» – наместника городского царства Гаргипии. Она, одна из немногих, сохранилась практически полностью. Уже не первый год казачий класс школы поселка Цыбанабалка участвует в акции. К истории здесь интерес особый. Такие мероприятия очень нужны. Надо просвещать детей. Надо, чтобы дети прежде всего знали, где живут, как живут и как жили их предки. Пусть далекие-далекие. 10 тысяч лет назад, 12 тысяч лет назад, 5 тысяч. Не важно. Самое главное, чтобы они знали, как они существовали. Прогулка по местам времен образования Гаргипии, лекции экскурсоводов и просмотр фильма про подвиги легендарного Геракла. Необычный формат каждый раз привлекает все новых посетителей. Организаторы отмечают, что сегодня к истории особый интерес проявляет молодежь. В следующий раз здесь подготовят экспозицию, связанную с кинематографом. Всех секретов не раскрывают, но обещают, будет интересно. И к новостям спорта. Команда Ди США номер один приняла участие в соревнованиях Южно-Федерального округа по греко-римской борьбе, которые прошли в Армавире. В личном зачете первое место занял Армен Акапян. Третье – Гайк Мехитарян. Анапские волейболистки вновь вернулись в победы и привезли золото с турнира, который проходил в поселке Ильском. С 31 октября по 2 ноября в Майкопе прошли всероссийские соревнования по дзюдо. И первое место весовой категории до 48 килограммов заняла Татьяна Селедкова, воспитанница Ди США номер 4. На чемпионате края по самбо Татьяна также заняла два первых места. Анастасия Волкова привезла три бронзовых медали. Стартовала спартакиада среди учащихся высших и средних профессиональных учреждений. Первыми прошли соревнования по мини-футболу. Ярким и динамичным зрелищем стало противостояние двух сильных команд из сельскохозяйственного и индустриального техникума. Уже в первом тайме сельхозтехникум вырвался вперед. Итог – первое место. Рафаэль Ананикян играет в команде на защите. Футболом занимается с детства и уже попал в старшую сборную команду по любительскому футболу. Попытались показать все, что мы можем. Уже какой раз хотим выиграть. Мы все время выигрываем. Стараемся, выкладываемся по полу. Впереди у студентов еще шесть этапов соревнований, которые будут проходить каждый месяц. Но, несмотря на свою занятость, учащаяся молодежь готова бороться за честь своего учебного заведения. В преддверии самого теплого праздника Дня Матери наша телерадиокомпания совместно с Управлением по делам семьи и детей муниципального образования в город-курорт Анапа проводит открытый фотоконкурс «Милый мамочки портрет». Подробная информация о конкурсе на сайте anaparegion.ru. Следите за нашими новостями, а завершит выпуск прогноз погоды. Субботу, 7 ноября в Анапе пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 7-11 градусов. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртунного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Воскресенье, 8 ноября в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 8-9 градусов со знаком плюс. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртунного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине «Доступные качественные одежды для детей и взрослых» модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. «Доступные квартиры» в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.